Привет, друзья! Это Яков. Это очередное видео на канале Здравость. В этом видео мы хотим поговорить на такую тему под названием «Что такое истинный голод?». Наверное, вы уже видели некоторые наши видео из этой серии. Если кого-то интересует, поищите на нашем канале. Есть, во-первых, целые плейлисты, посвященные голоду. Там больше, конечно, голодания. Есть много видео, посвященные голоду и работе с умом, и вообще питанию, работе с умом. И это видео – это очередная такая капля в ту бочку, которая постепенно наполняется. Что такое истинный голод? Это довольно такое сложное, может быть, даже иллюзорное понятие, и люди зачастую его не понимают. Особенно не понимают в контексте, когда, например, слышат, что питаться нужно по телу или как-то по ощущениям тела, или интуитивно, или еще что-то из этой серии. И в каком-то смысле это действительно здраво. То есть здраво в том смысле, что нужно слушать и слышать свое тело, и, соответственно, питаться не от ума, а именно от того, что говорит наше тело. То есть если тело говорит, что оно не голодно, то, соответственно, есть не нужно. Если тело говорит, что оно голодно, то, соответственно, нужно поесть. Если человек умеет это слышать, то, в принципе, ему особо не нужна ни какая-то аюрведа, которая про распорядок дня что-то рассказывает. Кстати, много здравых вещей, но тем не менее. То есть человек может просто слушать и слышать себя, и, соответственно, вот это все концептуальное от ума становится особо ненужным. И здесь кроется такая большая проблема. Особенно она, наверное, проявляется на фанатичных людях, которые, слыша какую-то идею, сразу начинают, в общем, брать эту идею и, так сказать, пытаться ее применить. Но из этого зачастую выходит, как говорили, хотели как лучше, а получилось до безобразия хорошо. Соответственно, вот здесь проблема заключается в том, что если человек не слышит своего тела, своего истинного голода, то, соответственно, те сигналы, которые он будет воспринимать, они будут исходить или от его ума, или они будут, в принципе, ложными. То есть человек, в принципе, не сможет наладить все, как оно должно быть, все по-природному и жить в какой-то гармонии. Вот. И, соответственно, самый основной момент, который я бы хотел здесь обсудить, это вот как раз некие такие ложные сигналы, да, почему человек может не слышать своего истинного голода. Как я это вижу, здесь два основных направления, да, которые можно рассматривать как причины. Первое направление – это физиологическое, то есть человек может не слышать своего истинного чувства голода по физиологическим причинам. Давайте приведем примеры. Например, если у человека сильное пристрастие к сахару, допустим, человек привык есть какие-то пирожные, тортики, какой-то обработанный такой рафинированный сахар, высокоуглеродное что-то, да, это сейчас не идет к тому, не ведет к тому, что у нас будет какой-то посыл там в какую-то низкоуглеводистую диету и так далее. То есть не об этом идет речь. То есть просто человек, который вот на таких вот сахарных качелях катается в плане инсулинов, всплесков вверх и вниз, да, и, соответственно, если он привык это делать, то буквально, когда у него, значит, заканчивается этот сахар, то есть падает уровень сахара в крови, то тело, как наркоман, будет просить еще. И, соответственно, вот это прошение еще, дай мне еще, будет ощущаться вполне себе как голод. Да, то есть на самом деле это не голод, то есть это не истинный голод, но человек, который это чувствует, будет вполне себе ощущать это как вот, ну, чувство какого-то голода, да, соответственно, он будет думать, что он голоден. Вот это, например, первый момент, да, если человек привык, допустим, есть вареную еду, да, и, как я уже много раз говорил, вареная еда – это токсин для нашего тела, то есть это засоряет наше тело, наше тело не знает толком, что с ней делать, соответственно, каждый раз, когда мы принимаем вареную пищу, это рассматривается нашим телом как пищевое отравление. Да, если кто-то не верит, ну, можете почитать, есть целый феномен, который называется пищевой лейкоцитоз, то есть буквально каждый раз, когда мы принимаем пищу, организм направляет большое количество белых кровяных телец вот именно в район кишечника, чтобы это все нейтрализировать. Вот кто-то говорил в свое время, что, ну, это, значит, может быть нормальная реакция на прием пищи. Было бы так, если бы при приеме пищи, которая живая, которая не вареная, которая именно свежая, такого не происходит. То есть это говорит о том, что это реакция исключительно на вот именно вареный термообработанный прием пищи, да, соответственно, это как некое такое отравление. Вот и, соответственно, значит, человек может поэтому тоже не слышать свой голод, потому что тело, в принципе, получает много токсинов, это достаточно сильное пристрастие, человек как наркоман такой определенный, и, соответственно, когда это происходит, да, у наркомана тоже бывает такая ломка, бывают позывы, и, соответственно, тело скажет, что нам опять нужен этот наркотик, да, и, соответственно, истинным голодом здесь и не пахнет. Вот это пару примеров вот именно физиологического такого направления. Давайте еще поговорим о следующем направлении, о втором, да, это направление ментальное, психическое. То есть здесь тоже очень важный момент, потому что чувство голода можно не слышать именно от своих каких-то таких вот ментальных проявлений. Да, что я имею в виду? Ну, здесь я имею в виду прежде всего то, когда человек использует еду как некий способ создать себе комфорт. Да, то есть, например, если человек сталкивается с какой-то такой сложной жизненной ситуацией, а зачастую это не сильно даже сложно, это просто какой-то стресс определенный, то есть какие-то события даже, так скажем, которые являются и воспринимаются человеком как очень такое что-то нервозное. Да, причем эти события могут для кого-то казаться совершенно рядовыми, но так как, например, у человека, про которого мы ведем речь, у него, может быть, какие-то травмы на эту тему, да, соответственно, вот у него будет восприниматься это как нечто такое вот страшное, вызывающее тревожность, например, и как способ покрыть эту тревожность. Соответственно, человек мог когда-то в детстве, это обычно происходит, вот начать использовать еду как способ как бы сделать так, чтобы стало все хорошо и комфортно. То есть еда работает у нас через центры удовольствия, через центры вознаграждения в мозге, через дофаминовые рецепторы. Поэтому, когда это происходит, то есть человек, используя еду, вдруг замечает, что ага, стало-то легче на самом деле, да, и, соответственно, начинает полагаться на эту педальку, вот и эта педалька, в принципе, так и работает. Соответственно, какой здесь вывод? Ну, вывод примерно следующий, что когда мы сталкиваемся с какой-то ситуацией, которая нас тревожит, которая создает там тревожность, еще какие-то неприятные ощущения, может быть, страх, дискомфорт, там, неуверенность, там и так далее, так далее, стыд, вину или еще что-то. То есть любые вещи, которые на уровне ума и тела могут восприниматься как дискомфортные. Говорю на уровне ума и тела, потому что любые ощущения в уме, они непосредственно также имеют отражение в теле, да, одновременно. Поэтому прежде всего мы чувствуем, что что-то в теле нам неприятно, да, как бы в уме это такая абстрактная, такая скользкая субстанция, а в теле, соответственно, это конкретно ощущается на уровне ощущений. И что-то, какие-то ощущения мы привыкли называть вот именно нехорошими, неприятными. Именно поэтому мы пытаемся их убрать, и вот еда – это как такая педалька. Да, был эксперимент, когда, значит, мышам встроили такой вот электрод в мозг, который именно стимулировал их центр удовольствия, там, дофаминовый. Вот, и подключили к педальке в клетке. Ну и, соответственно, они только и делали, что нажимали эту педальку, вот, и, соответственно, даже есть, не хотели, так и умирали. Вот, ну, человек, слава богу, не совсем так, но принцип примерно такой же. То есть будет стимулировать себя, чтобы создать более комфортное ощущение в мозге и использовать для этого еду. Понятное дело, здесь вот не о каком истинном таком чувстве голода, об ощущении, что такое голод. Да, если взять такую некую потребность, что такое голод? Давайте вкратце определение дадим, истинный имеется в виду. Ну, это тот голод, который, значит, просит у нас положить что-то в тело, да, какую-то еду, желательно полезную, благостную для нашего тела, не отраву какую-то, да, которая, как бы, удовлетворит какие-то потребности данного физического тела. То есть там по каким-то аминокислотам, по там жидкости, например, по, может быть, сахарам, ну и, в общем, куча всего другого, да, половину из которого мы, скорее всего, даже не знаем сейчас, в принципе, потому что мы какой-то там маленький процент понимаем того, как это работает. Вот, соответственно, вот такое примерно определение, и как вы видите, что если у нас есть трудности на физиологическом плане, в плане пристрастия, да, к еде, имеется в виду, или к каким-то типам еды, или у нас есть трудности на ментальном плане, то есть когда мы еду используем как некое такое заедание, то есть когда мы едой закрываем какие-то свои проблемы. Вот об истинном голоде здесь речи не идёт. Вот, и, соответственно, вопрос тогда в том, а как, собственно, начать чувствовать истинное чувство голода? Как жить вот по этому истинному чувству голода? Как самому прочувствовать, например, что, в общем, на ночь не очень хорошо есть, да, что, как бы, питаться часто, в принципе, тело не хочет. То есть большие порции оно тоже не хочет. То есть как вот сделать так, чтобы это всё стало естественным? Вот, краткий ответ, это непростой ответ, точнее, он звучит просто, но он нелёгкий. Вот, это постепенно отпустить все те вещи, которые я сейчас описал. То есть перестать быть наркоманом на уровне тела, то есть очистить свои пищевые привычки, очистить своё взаимодействие с едой, очистить то, что вы в тело загружаете, и постепенно тело перестроится. Можно делать это пошагово, например, отказаться там от одного типа продуктов, закрепиться на этом, потом от другого, от другого, от другого, и, соответственно, через некоторое время у вас всё само, как бы, начнёт в этом смысле нормализовываться. Вот, и из моего опыта потом начинают как раз становиться очевидными именно какие-то ментальные вещи, то есть ментальные штуки, которые мы пытались едой закрыть и покрыть. Я об этом тоже говорил не раз в видео, говорил о том, что, в принципе, переход на живое питание, он очень сильно обнажает что-то в психике. Да, и многие люди сходят с такого типа питания, да, им в конце, там, через несколько лет становится так скучненько, ну, что-то вот мне как-то скучненько стало, как-то надоело, вот как-то вот и что-то, что-то, и как бы особо вроде и причин не дают, то есть и, соответственно, вот уходят, да. Вот это именно из этой серии, то есть если стало скучненько, значит человек просто, как бы, на уровне ума ещё не то, что не докопался, он просто как-то не смог прожить, скорее всего, то, что ему еда в своё время помогала покрывать и закрывать. Да, в каком-то смысле это такой срыв, то есть, например, человек, который употреблял алкоголь, там, он несколько лет побыл трезвым, а потом, как бы, опять, да, сорвался или вернулся, то есть были какие-то моменты, да, и, соответственно, вот ум всё ещё помнит вот этот механизм, которым можно было закрыть эти моменты и пытается к нему обратиться. Если у человека, например, не хватает там осознанности, понимания, где-то не отследил, где-то нечестен, самим собой оказался, вот и как-то наскучило, в общем, ушёл. Просто с едой здесь как-то всё попроще, да, то есть, там, алкоголь, наркотики, здесь всё так серьёзно, как-то сразу опасно для жизни, а с едой, ну, там, рис варёный начал есть, не знаю, гречечку, там, овощи какие-то, ну, кто что скажет, то есть, всё нормально, да, но принцип, если по факту смотреть, вообще не отличается. Соответственно, основной момент – это вот именно на уровне ума также понять и увидеть и начать смотреть на то, что, а что мы, собственно, едой закрываем, да, и только так, то есть, совместив физический, физиологический компонент и умственный компонент, мы можем вот именно прийти к чему-то такому, что можно назвать истинным чувством голода. Соответственно, и питаясь из него, да, мы уже можем полностью доверять своему телу, то есть, став трезвыми в этом смысле, вот в смысле физическом и в смысле ментальном, да, на уровне ума, эмоциональном, именно касаемо еды имеется в виду. Вот, соответственно, мы можем тогда начать полагаться на те ощущения, сигналы и какие-то, какие-то такие явления, которые происходят в нашем теле и сказать, что да, вот это голод и, в принципе, всё. Да, в другой момент вот здесь вот какая-то хотелочка, то есть, в принципе, не обязательно её удовлетворять, можно просто с ней побыть и, в принципе, это хорошо всё ощущается. Вот, также хочу пригласить вас на наш марафон «Одноразовое питание», на котором вот эти вот вещи очень круто, в принципе, вскрываются и становятся более очевидными. Там идёт мощная работа именно с умом, касаемо своих пищевых пристрастий и привычек, да, то есть, ребята раз за разом, то есть, уже многие участвуют не один раз, то есть, это у нас два раза в год проходит, вот, и многие видят, какая польза и какие озарения, вот, приходят именно в плане работы с умом и того, что, собственно, мы закрывали когда-то, вот, именно перееданием, заеданием, какими-то вкусняшками, большими порциями, частыми приёмами пищи. Да, и, соответственно, на уровне тела тоже это всё, если вы месяц питаетесь одноразово или близко к этому, то, соответственно, ваше тело, понятное дело, тоже начинает как-то чиститься и отвыкать, да, соответственно, даже один день трезвости в этом смысле от каких-то вот, от такой пищевой наркомании, давайте скажем, это благостный день, да, поэтому не нужно думать, что там вот один день это ничего, в общем, любой день в этом направлении это хорошая тема. Так что вот такой вот посыл, интересно, что вы об этом думаете, есть ли у вас какой-то опыт с этим, как вы думаете, что такое истинное чувство голода, напишите в комментариях, вот, поделитесь своим опытом, своими размышлениями, будет интересно обсудить и подискутировать, возможно. Сказав это, благодарю за внимание, подписывайтесь на канал, подписывайтесь с колокольчиком, поддерживайте нас, можете стать спонсором, кнопка находится рядом с кнопкой подписаться, также благодарим всех тех, кто уже стал спонсором, кто нам, в принципе, различными способами помогает, в общем, мы ценим то, что вы для нас делаете и тот факт, что вы считаете, что в мире, в общем, должно быть больше таких вот идей. Благодарим за помощь. Это Яков, канал Здравость, до скорого.